Россия скорректирует свою военную доктрину из-за ухудшения отношений с США и НАТО. Об этом сообщил журналистом заместитель секретаря Совета безопасности страны. Североатлантический альянс усилил присутствие своих войск в Балтийских странах после присоединения Крыма к России. В понедельник в литовском городе Шауляй военных лётчиков в Великобритании и Польше сменили военнослужащие Португалии и Канады. Отсюда с базы ВВС Литвы вылетают самолёты НАТО, патрулирующие воздушное пространство над ЕС. «Из-за агрессии России на Украине обороноспособность Литвы и всех стран Балтии крайне важна. Мы не знаем, как ситуация будет развиваться и что случится в будущем. Поэтому мы должны увеличить нашу обороноспособность до максимума прямо сейчас». В понедельник генеральный секретарь НАТО Андерс Фокк Расмуссен сообщил, что альянс создаст собственные силы быстрого реагирования численностью в несколько тысяч человек. Главная цель будущего подразделения, которая сможет быть задействована в течение двух суток в случае необходимости – защита от возможной агрессии со стороны России, сказал Расмуссен. В четверг, 4 сентября, у Эльси откроется саммит НАТО, на котором создание сил быстрого реагирования может быть одобрено. По словам экспертов, встреча лидеров и министров стран Альянса во многом будет посвящена угрозе с Востока. «Мы вернулись к дискуссии о военной технике, о силовых пакетах, как говорят военные, о возможности размещения сил на границах Европы и о физической и территориальной обороне европейского континента. Это вопросы, которые, как многим казалось после окончания Холодной войны, больше никогда не встанут». Джон Эйлон считает, что итоги саммита станут посланием для России, которое, впрочем, отрицает любое участие в украинском конфликте. На саммите в Ньюпорте будет присутствовать президент Украины Пётр Порошенко. В конце августа Киев заявил о намерении отменить внеблоковый статус страны и добиваться членства в Североатлантическом Альянсе.